Вы просто офигеете от того выпуска, который сейчас увидите. Я бы сейчас перебиваю, мы наоборот буквально уходим от этих всех бумаг. Ориентировочно 65-70 человек. Система учета контроля данных сотрудников на производстве, вы ее видели? Многорукие в компании, это всегда хренов. Очень важно в бизнесе иметь всего по два, и тогда это гарантирует безопасность. Мы уже через это проходили сайт в интернете, трафик, лиды, маркетинг, и хрен пойми, кто там что производит. Алиса, открой фартук. Да ладно? Круто. У нас есть два информационных главных телевизора. Переставляли сделку на определенный этап. Это подготовлена техническая документация по заказам. Модуль, 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 модуль. Это самый простой чехол-присадочный станок. Специальный стол с миллиметровой линейкой. Вы с утра сами сказали на планерке, на словах, говорите? Я дублирую словами, но без всяких бумаг. Констенсирую внимание. Друзья, вы просто офигеете от того выпуска, который сейчас увидите. Мы приехали уже второй раз на производство ИТФ мебель. Мы были здесь буквально пробегом в фильме про Виктора Орлова, организатора той самой конференции Kung Fu 2022. Мы посещали это производство без собственника. Собственника зовут Антон. Сегодня он здесь. Мы тоже здесь, в Питере. Приехали с целой делегацией по приглашению Антона. И мы сейчас проведем вообще подробнейшую экскурсию с какими-то погружениями в Одинеску, с кучей лайфхаков, с кучей рекомендаций от эксперта. Вы все увидите в этом выпуске. Поэтому давайте. Можно поставить на паузу, поставить сразу лайк, поставить там колокольчик. В общем, все, что нужно поставить, ставьте. А комментарий напишите после. Так что пойдемте. Друзья, знакомьтесь, это Антон, директор ИТФ мебель. Лоукоста. А? Лоукоста. Второй проект. Ну, три проекта. Ну, вот были, сейчас мы все, наверное, увидим. У нас за две недели произошло слияние двух проектов. То есть это проект Лоукост мебель. Это мебель на заказ эконом-сегмента. Именно на заказ эконом-сегмента. И ИТФ мебель, материя мебельная. Плюс у нас еще есть третий проект умной кухни. Отдельно расскажу. То есть, по сути, у нас есть три таких маркетинговых источника, которые мы делаем на нашем производстве. И вот подробно в этом видео все расскажем. Можно пройти, да? Да. Ну, все, погнали. Сейчас, сейчас, где находимся? Слушай, мы пришли, значит, раньше это было две компании. Отдельные две структуры. Две Одиннесски, два Битрикса, свой штат бухгалтерии и все. И вот буквально в течение предстоящих двух недель мы слили две компании в одно. И вот это раньше был выставочный зал небольшой-офис компании Low Cost. Сейчас мы это помещение будем переквалифицировать в конференц-зал. Мы сделаем для компании здесь конференц-зал. С другой стороны сейчас пройдем, покажу. И будем как лаунч-зону использовать. То есть, поставим здесь диваны, чтобы совещание проводить. PlayStation хотим поставить, чтобы комфортно было сотрудникам. Low Cost это что? Это вы или это какая-то другая компания? У нас есть, значит, ателье мебели, ITF мебель. Мы начали в 2014 году работать. Построили производство. Собственно говоря, успешно работали. Далее, год назад, совместно с очень крупным партнером, ну, там, производство порядка у них там 20 тысяч квадратных метров, 600 человек работают. Мы решили организовать два проекта. Это проект «Умная кухня» совместный и проект «Лоукост мебель». Значит, проект «Умная кухня» это «Умная кухня» с электроникой. Ну, это мы чуть попозже. Немножко видели, да? Да, немножко видели. А «Лоукост мебель» это должен был быть интернет-магазин мебели, где я отвечаю полностью за отдел продаж, а за производство отвечает мой партнер и массово пилит там на всю страну эту мебель. И вот, собственно говоря, этот проект в этом году мы приняли решение. Логотип мы как раз и видим, да? Да, вот этот вот проект, да, это «Лоукост мебель», это полноценный сайт, группа ВКонтакте, своя структура. Ну, была своя структура, сейчас мы все это выобединили в одну большую компанию. Сейчас мы называем себя уже группой компаний «ИТФ мебель», «Лоукост», «Умная кухня». По сути, это одно производство, но только разное, как у нас у мебельщиков, сегменты рынка. То есть и каналы продаж разные. И каналы продаж, да, и каналы продаж. Интересно, сюда мы посадили полностью отдел сервиса наш. Здесь логист, менеджер по сервису, руководитель отдела сервиса сидит. А ребят, которые здесь сидели, здесь был свой маркетолог, дизайнер. Вот, мы их перепрофилировали в наш, что тут большой салон, где вы были. Которые мы сядем, сейчас они, да. Пойдемте тогда туда. У нас вот такой вот конференц-зал здесь планируем сделать потом. Ну, такое уж, у нас больше становится, надо где-то всем собираться разговаривать. Так, пойдемте сюда поднимемся. Вот, можно не всем. Вот это уже интереснее. Это терминал рабочего учета рабочего времени, да. Я же меня знаю, что я у вас работаю. По отпечатке пальцев. Или по этому самому, по лицу тоже самое, да. Там лицо и пальчики, да. Мое выражение лица, она уже, она говорит, нет, ты здесь не работаешь. Все, идем. Так, здесь у нас, здесь бухгалтерия у нас, там у нас сейф с деньгами лежит. Да ладно, что, чего это, там немного денег. Заходите. Здесь тоже зона, это вот, собственно говоря, мое рабочее место. Так. Здесь мы проводим недельные планерки. Здесь вот я вот для вас приготовил конфетки, чаечек. Попьем, посидим, пообщаемся. Что у нас здесь еще? Ну, вот здесь я провожу 70-80% своего времени. Тожди меня и торчит от телека. Презентации какие-то показываем, цифры обсуждаем. Я сразу вспоминаю кабинет Ивана Вадимовича под лестницей у нас. На второй этаж была лестница, и там была пристройка под лестницей. Там буквально 0 метр квадратный. Где там стоял стол, и я там сидел. И за стеной компрессор. Ну, это, в принципе, нормальная тема. Все через это проходили, я тоже через это проходил. И когда заказчику звонили, я быстренько выбегал на улицу, общался, потом забегал под лестницей с нами. Было такое, у нас тоже такое было. Это мы в прошлом цехе были, в 15-м году. Прямо то же самое. Мой кабинет был, и сразу за моей стеной гипсокартоновой была пила. До меня вытяжка. Примещение полтора года. Начальник территории его для нас построил. То есть мы спроектировали, оно в аренде. Здесь суммарно всего где-то 1700-1800 квадратных метров всех помещений. Ну вот как так спроектировали, достаточно удобно получилось. Всем отдельная бухгалтерия, отдельно там технологии, конструктора, кабинет наш. Ну, хорошо, короче. Хорошо, я доволен. Уютно. Я доволен. Уютно, хорошо, современно, да. А цифры мы не раскрываем, сколько стоит такая красота для аренды? Слушайте, да нет, а что раскрываем. У нас лояльные, на самом деле, взаимоотношения. 450 рублей квадратный метр. Умножайте сами. И коммуналк. Да, 1700 на 450. Что еще? Вот здесь камеры висят. На всем предприятии камеры стоят, безусловно, во всех кабинетах. Вот, пишут. Ну, нормально. Как-то так. Для безопасности. Хотя у нас команда достаточно хорошая, молодая в основном. Вот, поэтому. Большой коллектив. Коллектив, да, у нас приличный коллектив. У нас человек, наверное, сейчас в нашей команде, ну, ориентировочно 65-70 человек. Это прямо в штате, наверное. Да, да, это в штате. Столько сотрудников. Все, пойдемте дальше. Пойдемте дальше смотреть. Только аккуратнее спускайтесь. О, да, тут еще и туда. Да, здесь у нас снимаем. Здесь у нас еще один кабинетик. Здесь мы посадили технолога. У нас такая система организации, что отдельно сидит конструктор, отдельно конструктора и технолог. То есть это две разные должности у нас во многих мебельных компаниях. Конструктор и технолог – это одна должность. Наша компания, это вот у нас есть один из конструкторов, предложил эту идею разделить конструкторов и технологов. И это, на самом деле, очень сильно помогло. прям очень круто. А в чем плюс? Вот смотри, плюс, наверное, самый главный в сегменте внимания. Основная задача конструкторов сделать правильную мебель, красивую, а задача основная технолога перевести ее в язык производства. То есть карты кроя, карты кроя, чипу, чипу эти, программы, значит, бирки электронные. И когда у нас конструктор и технолог было одно лицо, это слишком много очень действий, которые он должен был совершить. Он должен был взять эскиз, он должен был пообщаться с дизайнерами, он должен был согласовать там с замерщиком, с дизайнером, еще с кем-то. После этого все подготовить в производство, придумать карты кроя. И это на самом деле были такие бриллиантовые конструктора, которых не найти. Их очень тяжело найти хороших людей. Типа такие универсалы, да? Их, да, вот когда многорукие в компании, это всегда хреново, короче. Вот в этом вы, кстати, сходитесь, да, с Сергеем Николаевичем? То есть он как раз об этом всегда всем и твердит. Лучше, лучше, вот чтобы регламент можно было написать на один лист А4, а еще и где-то записать инструкцию, и все будет просто. Вот это прямо стало... Стало просто, например... Да, нормально, это все... У нас же все по-настоящему, поэтому давайте... Соответственно, стало просто, в случае, если нужен конструктор, стало действительно просто его найти. У него круг его обязанностей, он уменьшился просто, ну, на порядок. Вот. Но зато появилась новая должность технолог. И что хочу сказать, что, когда мы взяли технолога на предприятие, у него мотивация другая стоит. Задача конструктора все-таки проектировать правильную мебель, а задача технолога максимально ее адаптировать под производство и быстро. И разная мотивация. Вот, например, пришел ЧПУ станок. Кто его внедряет? Его должен внедрять технолог. А если технолога нет на предприятии, скорее всего, либо начальник производства, либо директор бегает. А так, есть технолог, он уже, по крайней мере, это делает. Поэтому, ну, это хорошо. Хорошее изменение было. Поэтому, вот, пойдемте дальше. Так, вот здесь у нас начальник производства Игорь Николаевич. Вы его видели? Игорь Николаевич, да. Мы здравствуйте. Здравствуйте. Знакомы уже. Уже знакомы, да. Вот, Игорь Николаевич, это просто опора нашей компании, находка века. Не побоюсь этого слова. В том году мы начали сотрудничество. У нас есть, вот, Николай к нам приехал в гости посмотреть наше производство. И те проблемы, которые он вчера озвучил на конференции, вот. Мы с Игорем Николаевичем лично своими руками прошли в том году. От переносов складов, логистики деталей в цеху, этикеток, бирок и так далее. Вот. Игорь Николаевич... Игорь Николаевич в частности. Игорь Николаевич, да. Игорь Николаевич не боится сложности. Мне это очень нравится. Не ноет, не говорит о том, что поздно надо домой ехать. Если надо, значит надо. Вот такие люди развиваются. И это круто. Спасибо. Обратная связь, кстати, вот от подписчиков, от многих, да, в сторону Игоря Николаевича, да, говорили, что, ну, кто в личку, допустим, писал или отзывался. Во-первых, действительно его воспринимают, по сути, как человека, который не то, что непосредственное, да, отношение имеет к этому производству, а видно, что это человек, что это не как собственник, то есть отношение именно. Это важно, это очень важно, конечно. Это видно по поведению, в глазах это видно. Два слова. Сконтакт мне импонирует Антон Викторович, как руководитель. Я 25 лет в мебели. Сконтакт по данному опыту, это первый такой человек, который не боится доверять, ставит трудные задачи, что нравится, собственно, и мне. И когда мы с ним, когда я начал с ним работать, были, скажем так, определены цели и задачи, они были сложные и тяжелые, но я сложности, как Антон Викторович сказал, не боюсь. Начал над этим работать, мне нравится. Как мы двигаемся? Как вчера Ирина Хакамада, да, сказала, главное кайфовать от процесса. От хаоса. Быть хаосом, да, быть хаосом, научиться работать в этом хаосе. И это видно, да. Так, ребят, что хочу показать, серверную хочу вам показать, как у нас тут устроено. Это важная вещь, на самом деле, кроме покажем. То есть, с недавнего времени, да, выделили прямо отдельно серверную? Ну, ну, вот как произошло. Почему важно серверная, потому что... Здесь никакой информации такой закрытой нет? Да нет, никакой нет информации. Что здесь? Здесь у нас находится регистратор камеры, во-первых, на всем предприятии, во-вторых, центральный распределитель интернета на все предприятия, и два сервера, которые пишут в рейде. На сервере находится, соответственно, 1СК. 1СК – это основная вещь. То есть, не просто на каком-то компьютере стоит. Во-первых, она у нас делает бэкапы в Яндекс.Диск постоянно, каждую ночь. Во-вторых, два жестких диска пишут в параллель. И три интернета. Вот я, сторонник Игоря Николаевича, прочитал очень умную книгу в том году. И там один писатель сказал, что очень важно в бизнесе иметь всего по два. И тогда это гарантирует безопасность. Вот мы с Игорем Николаевичем как-то так эту цель взяли и постараемся все на два делать. Два кромочных станка. Пока один, но нужно два. Две присадки, две пилы, два компрессора. Два начальника производства. Начальник производства и мастер. Начальник производства и мастер. То есть, человек, который его может подхватить в случае чего, да? В структуре, чтобы было постоянно чего-то по два. Два конструктора, два снабженца, два… Вот он перебью сразу. Как называется эта книга? Не помню, честно. Что-то много прочитал. Ну да, он не помнит. Гуглите, потом напишу. Всего по два. Потом посмотрю, напишу, обязательно скажу. Все, пойдем дальше. Пойдем дальше. А, здесь у нас сидит снабжение, отдел снабжения. Руководитель отдела снабжения. Значит, здесь у нас находится помощник снабжения. Что вам показать? Давайте я вам покажу на компьютере, что у нас есть интересного по снабжению. Потом глубоко посмотрим. Идея, вся компания, видите, да? Вся компания у нас на 1СКе реализована. То есть, все, что ты сейчас показываешь, я могу… Да, да, снимаю. Тут ничего такого нет особого. Я думаю, что цифра все равно ничего не скажет. Да, конечно. Соответственно, 1СК у нас работает по принципу, что примечательно, да, что вот хотел бы сказать про отдел снабжения. У нас номенклатура таким образом сделана в компании, что на этапе заказа высчитывается срок в рабочих дня автоматически программой. И зависит он от… Зависит он от срока пополнения продукции именно от поставщика. То есть, в зависимости… Часто слышу очень от мебельщиков уже, наверное, третий вопрос за последние, там, два дня. Что делать? Вот заказные позиции не приходят, какие-то заготовки. Мы опять-таки с Игорем Николаевичем это… У нас есть определенные нерушимые правила в производстве, которые рекомендуют для всех мебельщиков. Это не отдавать, не отдавать ни в коем случае заказ, не обеспеченный всеми материалами под ключ. То есть, пока последний винтик не придет на склад, его нельзя отдавать ни в коем случае, иначе вы получите просто хаотичное движение заказов в цеху. Непонятно количество заготовок. Да, вот. Да, абсолютно верно. Раньше мы закупали продукцию группами. То есть, мы копим, например, заказов, там, 10, 15, 20, 30 штук, и группу пускаем. И вне зависимости, какие там материалы, заказные столешницы, фасады, ДСП, там, болты, винты. К чему все это приводило? Это приводило к тому, что ни к чему плохому в целом не приводило, имея первое правило не запускать необеспеченные заказы. Но при этом у вас примерно месяц мог простаивать склад и лежать большое количество ДСП на складе. По факту, если вот в рублях разобраться... Это потеря. Потеря денег, потеря процентов. Срок исполнения. И мы вот вычитали такую, перешли на онлайн-закупки полностью, да? Это когда, если у нас срок выпуска стоит, там, например, на 30 дней вперед, то в первый день мы закупаем заказные фасады, и система сама понимает, через сколько по времени ей, ну, по формуле определенной, закупить, там, через 20 дней, например, ДСП. Это что ты вчера назвал системой динамических сроков, да? Да, система динамических сроков, она автоматически высчитывает по сроку пополнения, то есть есть у каждого и позиции номенклатуры, и срок пополнения в днях, в рабочих он выставлен, плюс срок на обработку конструктором, плюс срок на производство физическое. И вот это есть формула. И в зависимости от изменения этого срока пополнения, соответственно, меняется срок для клиента раз, и программа понимает, когда ей нужно закупать ДСП-2. И фактически закупки превращаются не в какой-то там, не в какой-то процесс, когда один заказ надо полностью обеспечить, а это полноценный системный циклический процесс, по большому счету, опять-таки, автоматизация, отдел снабжения, он, по сути, даже не понимает, на что он сейчас закупает. То есть ему система говорит, купи столько, ты покупаешь. Это высвечивается для... Да, конечно. Он видит, да? Что необходимо сделать заемку. Одинеска это выдает, да? Одинеска это выдает полностью, более того, она выдает связки на какие заказы это поступает, и какой объем надо закупить, и когда нужно закупить в течение двух-трех дней. Например, в ближайшие три дня мы покупаем на такой заказ заказную столетию, на этот уже ДСП пора покупать, согласно сроку пополнения. Вопрос хочу задать в связи с снабжением. Сколько вы предлагаете цветов корпуса для кухни? 300, 500, сколько мы хотим, столько и предлагаем. Это не зависит. То есть оно ограничено только номенклатурой в программе. Возможности поставщика, ну как номенклатурой, 10 тысяч позиций с номенклатурой, то есть там весь Эггер, весь Череповец, ну все, номенклатура. Не имеет значения. У каждого материала, говорю, есть срок поставки. Сколько у вас заказов кухонь, допустим, в месяц? Так, чтобы и не соврать, и не приукрасить. Приблизительно. Приблизительно. Ну, порядка, наверное, около 80-90. Это именно кухонь? Или вы делаете только кухню, или все остальное? Шкафы тоже. Мы все делаем. Это давайте, вам цифры интересуют? Приблизительно. 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 Приблизительно объем у нас сейчас порядка, вот выпуск в том месяце составил там порядка 15 миллионов. То есть 15 миллионов мебели мы выпустили. Меня, в отличие от Николая, деньги не очень беспокоит. Так, ладно. Не интересуют объемы работы, объемы переработки материалов. Ну, давайте предположим, что средний чек у нас 200 тысяч, и средняя кухня это 6 листов ДСП, соответственно, и таких кухонь мы... Но это не дорогие, да. И такие кухни мы делаем, вот считайте, штук 80. Но в смену, короче, листов 30. Вот, листов 30, правильно, Николаевич? Вот, Игорь Николаевич. Листов 30 мы делаем. У нас вот задача такая, это чтобы все производство было наше, свое. Ну, не хочется зависеть от поставщиков. Ну, действительно, не потому что они плохие или хорошие, потому что они непредсказуемые. Исходя из поставщиков, мы не можем что-то гарантировать. Но если ДСП можно где-то там перехватить, у одного закончилось второе, то, например, фасад ПВХ ты нигде не перехватишь. А еще очень важный момент – исполнение рекламации. Особенно по заказным фасадам. По заказным, ладно там ДСП напилить по какой-то рекламации, а вот заказные фасады – это очень тяжело. Ты надо ждать, заказывать 30 дней, клиент будет ждать. Динамические сроки под свое производство все-таки поприятнее будет выставлять, да, чем под кого-то. Абсолютно верно, сроки сразу. У нас средний-средний минус на заказ. Средний-средний минус. Ну, средний, средний на заказ. Сейчас мы пойдем, я думаю, что… А, или вы не используете? Используем, но в редких случаях. Не заказы, ашпанированные? Нет, не работали. Вы знаете, мы приняли правило где-то полгода назад, что мы хотим стать ателье мебели, да, то есть ателье подразумевает собой какой-то такой вот индивидуальную хорошую работу, ближе к дизайну, да. И, само собой, задача потребовала изменений на производстве, ну, во всех этих структурах. И вот за год у нас, в принципе, получилось так прям автоматизироваться. И, отвечая на вопрос по поводу ассортимента, шпона и всего остального, я хочу сказать, что это будет следующий наш этап. То есть, когда мы настроим систему управления правильно, то есть мы уже через это проходили сайт в интернете, трафик, лиды, маркетинг, и хрен пойми, кто там что проводит. А потом бегаем вот такие вот все и пытаемся достать эту последнюю деталь, где же она в момент отдачи. Сейчас мы немножко зашли по-другому. Мы сначала выстроим почву, ну, поймем, что все участки работают, вот, и поймем систему прохождения, и только после этого останется, ну, ну, давайте металл, давайте металл, давайте умную кухню, ну, давайте сделаем обычную кухню, дадим туда электроники. Давайте шпон, давайте сделаем ту же кухню по нашей системе, ну, по лопну повесим туда фасад. Давайте пройдем туда дальше. А то мы у нас домик закончится на фоне этой стены. Мы сейчас попали куда? В салон. Наш салон мебели, который находится при производстве. Здесь у нас порядка 180 квадратных метров. Этому салону два года. И, конечно, он уже морально немножко подержил себя. Хотим сделать полную реструктуризацию салона и сделать со временем, ну, очень, ну, такой умный салон. Потом расскажу, что это такое. На базе умных технологий. Что в вашем смысле подустарел? Подустарел в том плане, что мы можем делать лучше мебель, мы можем делать ее качественнее. И, наверное... Другого дизайна? Другого дизайна, вы правильно сказали, да. Поэтому мы его будем переделывать, этот салон. Да и дизайнеры требуют уже. Они говорят, давайте, давайте нам новые материалы. А дизайнеров вы слушаете? Своих менеджеров внимательно слушаете? Они вам лучше всего скажут, что надо переделать? У нас есть такая переписка в чате Bittrex24, называется ассортимент. И вот туда, значит, у нас все сливается. И уже раз в месяц старший дизайнер, он анализирует эту информацию, что просят наши дизайнеры. Кто-то хочет одно, второе, третье. И мы уже после этого внедряем в 1С. Вы, когда будете свой салон по-новому переформатировать, вы очень внимательно послушаете и ваших менеджеров, и дизайнеров. И сделаете наоборот? Нет, сделайте так, как они просятся. Конечно, они продают, они знают, что им нужно, они знают, что нужно клиенту. Круто. Согласен, полностью с вами согласен. Одни лайфхаки в этом видео. Главное, чтобы память не хотела. Это то, что даже вчера на конференции. Один из способов доверия. Доверяй своему специалисту. Сотрудник. Сотрудник должен доверять компании. Доверяйте сотруднику. Они обладают очень ценной информацией. И вы, как руководитель, я вижу, вы умеете слушать своих сотрудников. Да, я думаю, что да. По отношению к начальнику производства отношения, это говорит об этом. Ну, что здесь показывает? Стандартный салон. Я думаю, что мебельным салоном никого не удивишь особо сильно. Здесь салон. Если в нем не стоит, например, умная кухня. А, ну это да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот наш дизайнер сидит, работает с клиентами. Это та самая кухня, где мы были, да? Да, мы были. Хотелось бы рассказать все-таки, что это такое. Более, ну, немножко подробно, коль есть такая возможность у тебя на канале. В этот микрофон говоришь очень близко. Давайте протестируем нашу систему. Алиса, открой сушку. Так, сушка у нас где-то там была, да? Блин, круто. Алиса, открой фартук. Да ладно. Круто. Алиса, закрой сушку. Пойдемте с самого начала цикл смотреть. Игорь Николаевич, пойдем. Значит, Игорь Николаевич уже рассказывал по производству. Постараюсь со своей стороны, помогая, если что. Значит, вот то, что вы сейчас записали, это у нас цех. Именно цех и склад материалов. Здесь у нас порядка тысяч квадратных метров. Очень важно, по нашему мнению, отдельно иметь склад материалов. И чтобы он был ограничен. Вот в прошлых, в других у коллег, в твоих видеороликах, видели именно склад материалов. Вот эта вот система, про которую мы говорили, в том числе и Сергея, нельзя запускать заказ в производство, пока он полностью не обеспечен. Такая система потребует в любом случае закрытый склад материалов. То есть, ну не может материал везде в цеху валяться и запретить его брать. Так вот так не работает. Вот. Здесь у нас цех. Значит, что мы здесь видим? Пойдемте чуть-чуть. Ну, во-первых, он чистый. Мы следим за качеством. Во-вторых, система учета контроля данных сотрудников на производстве. Вы ее видели? Да. Чтобы не считать, значит, каждый день не отчитываться по графикам, по времени, поставили терминалы. Каждый сотрудник пальчиком приходит, уходит. Пальчик или фейска? Или так, или так. И она и то, и то понимает. И уход делает. Поэтому не надо считать табели рабочего времени. Ну, не буду показывать раздевалку столовую. Вы видели. Второй этаж. Там у нас мастера находятся. Мастер на втором этаже видит, что происходит. Так, здесь склад готова продукции. Здесь информационное единое табло производства. Что это такое? Еще раз расскажу своими словами. Значит... На второй этаж, если что, можно будет тоже на минуту буквально подняться. А, ну, хорошо. Да, да. Значит, у нас есть два информационных главных телевизора и два вспомогательных телевизора. Расскажу, что это такое. Это система CRM Bittrex 24, которая внедрена вот таким вот образом в производство. По сути, это отдельная воронка Bittrex, которая выводится на телевизор и показывает статус заказа или рекламации. А это график выпуска продукции. Если вот сейчас по нему посмотреть, мы можем видеть, что на сегодняшний день у нас есть часть заказов на стопе. Поэтому мы сегодня, в субботу, 10 сентября работаем. Потому что, ну, часть заказов мы немного отстаем. Соответственно, для чего это нужно и для кого? Это нужно в первую очередь для мастера, в первую очередь для сотрудников скорее. Каждый сотрудник смотрит на свой этап в системе и видит, где у него находится садзаказ и смотрит, что ему предстоит сегодня делать. Соответственно, логическая цепочка разбита на новые заказы, склад, проверка, подготовка продукции, распиловка, кромка, присадка, фрезеровка, прочие работы, ОТК, комплектовка, сборка и проверка, и упаковка. Вот это вот логическая цепочка, которую каждый заказ проходит. А этот телевизор показывает, собственно говоря, когда он должен выйти. Мы можем посмотреть, что, например, ЛК-ЖН-заказ 210 в самом верху, он должен был быть выпущен позавчера. Но он находится на последнем этапе, поэтому, скорее всего, он будет уже выпущен. Это и есть планирование производства, планирование сроков. Удобно. Без этой системы мы, когда это придумали, тяжело было очень внедрять, потому что каждый сотрудник с участка должен свою сделку двигать. То есть не кто-то ответственный бегает, мастер или еще кто-то, а каждый сотрудник должен эту сделку двигать. Нужна дисциплина. Но как только все это поняли, месяц адаптации, стало легче работать. Мы не бегаем, мы не смотрим, где у нас заказ. Каждый дизайнер, каждый менеджер и отдел сервиса видит, на каком этапе находится заказ. В режиме чтения доступа даны. Считаю, что это круто. Рекомендую всем так делать, потому что это реально прикольно. Скажи, пожалуйста, а вот формированием этой воронки, то есть именно этапов и плюс внедрения всех деталей, там, настройки определенной, кто именно этим занимался? Есть ли какой-то человек, или ты сам в этом разобрался досконально? Смотри, Дим, значит, саму логику, кроме руководителя, лучше никто не пропишет, ни один технический специалист. Прописываешь логику, прописываешь логику сам, берешь, не знаю, либо визуальные редакторы, которые там, ну, блок схемы строишь, либо еще что-то, а потом отдаешь, есть компания, которая хорошо внедряет битрикс, могу ее порекомендовать, они уже это тебе внедрят. То есть, да, короче, техническую часть делают исполнители, те, кто поддержкой битрикса занимаются. То есть парадом командует как раз собственник, который знает, вот, как надо последний догад. По-любому, потому что это, по сути, структура и бизнес-процессы, то вспомни, о чем вчера на конференции кто говорил. О, крутой маркетолог, Балахнин, по-моему, да? Да, да, да. Что он сказал? Он сказал, хуже, когда ты думаешь, что CRM-система тебе поможет, но если у тебя бардак в бизнес-процессах, ну, ничего не получится. Это просто будет большая записная книга, где, цитирую его раз в неделю, там, менеджер запишет всю информацию, да? Поэтому сначала, короче, делаем, придумываем производство, делаем структуру, оттачиваем, а потом на эту систему накатываем CRM-ку. И только так. И CRM-ка это не панацея, но сами бизнес-процессы, она помогает работе, но не она суть, суть сами бизнес-процессы. Что, кадр на второй этаж? Слава богу, нам материал сюда не надо затаскивать. Так, вот у нас сидит мастер, вот, Павел. Что делает мастер? Здесь, соответственно, есть мониторы для того, чтобы сотрудники сами переставляли, после того, как они завершили работу, переставляли сделку на определенный этап. Это подготовлена техническая документация по заказам. Это то, что на бумаге, да? Это то, что на бумаге, да? Значит, давайте я покажу, что у нас лежит в любой из бумаг. Значит, это, о, это этикеточки-бирочки. Дима, засними. Это то, что мы в этом году взяли, да? Это из базиса-бирочки. Кромка здесь, кромка здесь, кромка здесь. Это только по одному заказу у тебя? Это по одному заказу, да. Это у нас, соответственно, номер договора, деталь, схема присадки даже здесь. Которые хорошо отрываются. Да, которые хорошо отрываются, да. Дорогие, да? Вот, которые дорогие. Что у нас тут еще есть? Давайте посмотрим. Бумажка, да? Бумажка? Так, значит, у нас здесь требования на склад. Для сборщиков склада, сборщиков фурнитуры на склад. Карты кроя, карты кроя. Соответственно, спецификация на участок ОТК для проверки деталей. Вот это на присадку спецификация. Каждый участок. Еще очень важный момент. Значит, еще расскажу, хотелось бы рассказать. Помимо того, что заказ нельзя запускать в производство без полного обеспечения, помимо этого, нельзя, если на одном из участков выявлено недостаток хотя бы одной детали, нельзя его пускать далее. Это очень важно. Потому что на пиле забыли одну штучку допилить. Потом допилим. На кромке еще две детали, на присадке еще три. А потом начинается беготня, и потом целый день ты будешь бегать и искать эти детали. Так нельзя делать. Надо тормозить каждый участок, если не все детали есть. А как получается, то есть, хорошо. Ну, получилось-то какая-то ошибка, там, или недочет. А у нас, например, там... Останавливаем на этапе, да? Останавливаем на этапе. Кто потом это переносит? Вот, а это самое прикольное. А вам еще один лайфхак, вам, короче. Это мы вырезаем. Я все оттуда еще ждал вопрос. Только для себя использую. Короче, лайфхак такой. У нас была такая проблема. На каждом участке, значит, копились детали. Они где-то валялись. Правило такое. Еще одно из правил производства. На производстве не должно быть мест, где лежат непонятные детали. То есть, пинщик либо эту деталь оставляет, либо выкидывает в руку сразу. Кромщик либо оставляет, либо выкидывает. А как дальше двинуть эти детали до того этапа? Самый главный прикол, это еще одна тема. Мы внедрили в производство систему палетов. Мы на каждый участок поставили палет. На каждый. И написали. Переделка-распиловка. Переделка-кромка. Переделка-присадка. Что происходит? Наверное, часто возникала такая ситуация, когда у тебя не хватает деталей. И тот человек с этого участка бежит на пилу, пикает пильщик и говорит, допили, короче, эту деталь срочно. Что делаем? Ставим палет на распиловке. Пишем. Переделка-распиловка. И крепим бумажечку. И все детали, которые ты переделываешь, ты кладешь на этот палет. То есть, и у тебя получается движение заказов. Либо, если это заказ, то он ездит на палете друг за другом. А если это переделка деталей, она идет от палета к палету. Вот так вот. То есть, пильщик допилил спокойно заказ. А у тебя заказ, например, на присадке стоит без пяти деталей. Пильщик допилил заказ. Он подошел между заказами, видит, что ему нужно допилить пять деталей. Он их пилит. Он клеит этикетку новую. И он пускает по участкам до той же присадки. И пока эта деталь дойдет до присадки, ну, то есть, заказ дальше не двигается. Понял? Те цвета, те фасады или те кухни, которые представлены на образцах в салонах, покупаются в первую очередь. Люди ломаются сразу. Мужики ломаются на пятой минуте. Это мы считали. По свободным не снижаем остатки. И тогда срок пополнения динамический, он снизится автоматически. Выпуск будет уже не полтора месяца, а не двадцать. Абсолютно не будет дыр никогда. Лайфхак. Лайфхак. Не будет никогда дыр по складу по нему. Когда рулон, там меньше мусор, он запакован полностью с завода идет. Это, на самом деле, классная идея, вот, правду говорить, именно сочетание продавать. Никто не думал? Решите в комментариях, Диме. Потери, ну, что связано здесь у вас, излишнее перемещение людей, бегают туда-сюда. Вам необходимо, вот, применить методику 5С из Брежлево-разводства. Это оптимальная оптимизация организации рабочих мест. Возьмите пять, там, шесть разных рулеток и сравните с форматником, который максимально подойдет. Вот вы должны брать только эти рулетки, никакие другие. Так, пойдемте на склад материалов. Так, значит, да, Дим, пойдем. Склад материалов. Значит, что здесь примечательного? Ну, рабочее место начальника склада, скажем так. Значит, это входящая документация. Все документы, которые, все материалы приходят, он лично, ну, у него есть, у начальника склада, у нашего есть два колдовщика. Колдовщик материалов и колдовщик готовой продукции. Мы что, туда придем? Вот. Он проводит здесь все документы, в систему 1С. Ну, такой легкий беспорядок. Он тут конфетки даже еще лежат. Все, надо разобраться. Вот. Ну, вот так. Это у нас, значит, здесь у нас работает начальник склада. Пойдемте сюда. Здесь у нас, соответственно, собраны по требованию на склад, которые мы видели из 1С. Соответственно, здесь собраны те позиции, которые идут в качестве фурнитурной части. И, то есть, логика такая, когда заказ, перед тем, как заказ отдается в производство, он сначала готовится на складе материалов, собирается фурнитура, и только после этого он идет в распиловку. И по нашей системе заказ должен дойти до частичной сборки. Мы кухня-модуля собираем. И в тот момент времени, когда в системе мы переводим его в сборку, вот эту фурнитуру, вот эта фурнитура передается уже туда сборщикам. И сборщики уже отвечают и несут ответственность за полный комплект. А эти сборки делает колдовщик материалов все. Антон, я еще обратил внимание, что у вас вот вижу мягкие элементы. Вы тоже изготавливаете, да? Конечно, не приоритет, но иногда кровати делаем. И мягкие сминки отбиваем. Какие-то старые остатки. А может быть это матрас, я вообще скажу по секрету, это матрас сотрудника. У нас есть сотрудник, который остался в какой-то момент времени без жилья, попросил подержать. Смена задания выдается на следующий день по системе. Слойка такая. Вот там заказ хал на этап, подготовка склада. Берется тележка, вы правильно сказали. Склад набирает материал и выкатывает к пиле, а пильщики только стоят и пилят, пилят. Я хочу сказать несколько слов про фарш эту систему. Ну, я очень часто ориентируюсь именно на биржевое производство. У них есть очень интересные методы. Очень интересные методы. Так вот, процесс принятия решения, какой, за каким заказом делать, надо забрать у рабочего. Ему он не нужен. Надо сделать так, как вот, Игорь, вы сейчас практикуете на планерке, да только на словах. А надо делать на документе. Надо вам пустить в оборот документ, который называется сменное задание по участкам. И на планерке, он конкретно, в сменном задании написан заказы, порядок заказов, который он должен сегодня сделать. Разрешите оспорить? Давайте. У каждых заказов есть срок выпуска продукции. Пильщик видит, когда ему выпускает тот или иной заказ. Ему не нужно сменное задание. У него на пиле стоит два заказа, первый и второй. Он идет вниз и видит по календарю, когда должен быть первый, когда второй выпущен. Он сам это видит. А мы минимизируем сменное задание. Бумагу убираем. Нет, не в этом суть. В чем суть? Не понимаю. Вот смотрите. Вот на кромке сколько? 8 заказов. Сейчас, да, она перегружена. Согласен. Вот какой из этих заказов кромщик сейчас должен делать? Он идет в календарь, смотрит, который первый по выпуску, тот и делает. Игорь, скажите, как вы сейчас делаете? Самый ранний. А? Самый ранний. Вы с утра сами сказали, на планерке, на словах говорите? Я дублирую словами, но без всяких бумаг. Концентирую внимание. Начинаем с этого заказа. Дальше идете по выпуску. Я вам... Вот сменное задание как таковое, это документ. Это общепринятый документ на подавляющее большинство производства. Я вам могу сказать, что мы, наоборот, буквально уходим от этих всех бумаг. Кто-то, знаете, правило 3-х З? Забыл, запил и... Забухал? Да, типа того. Я не рекомендую вам давать возможность рабочему принимать решение, какой заказа кем делать. Пусть им выполняют ваши документы. Они не принимают никакого решения. А как? Они смотрят? Принимаю изначально решение я. И запуск. У нас, как вам так, тон всему цеху задает сердце нашего производства, это распилок. Ну, давайте я как тресейский судья... Не-не-не, я скажу так. Скажу. Вот мы свое знание, с которыми своими именами. Давай, сейчас. Когда я сюда пришел, вот с такими талмудами, Викторич, можно я расскажу? Я вот зашел в цех, когда меня Викторич отпустил там по прошествии нескольких дней, я вкуну, включу палет, непонятно, как, что это, как это. И первый день моей отгрузки, когда пакуется заказ, там и бадуло, да? Слушай, Сергей Николаевич, а нет столешниц, нет фасадов. Не понял. Иду на пилу. А ты пилил? Да я только сейчас начинаю пилить. Или я пилил, не знаю, где. А я не знаю, где. Вот такая пачка столешниц, вот такая пачка HDF, и вот такая пачка фасадов. Я по этому не говорю. И мы сразу же с Викторичем ввели правила. Заказ полностью, с пилы идет весь, включая HDF, корпус, фасады, скорейства и все остальное прочее. И проходит по всем участкам. У нас время ограничено, мы потом уже за камерой поговорим. Я хочу сказать следующее, что давайте я скажу как руководитель. Давайте они пусть подолкают. Да, пускай говорят, да. Слушайте, я хочу сказать, Сергей правильные вещи говорит, прям молодец. Я с ним, наверное, согласен, что управлять движением заказов должен один человек. Но при этом я считаю, что этот процесс сделать электронным и быстрее, это тоже важно. Это такие новые методы. Поэтому мы же сейчас говорим не об управлении вот этим заказом, да, конкретно каждым сотрудникам. Это скорее отчетность каждого сотрудника о своем действии. То есть он сделал и перетянул. Да, да. И то, что говорит Сергей о бережливом производстве, подтащи материал и ограничь время хождения, стопудово надо. Но мы только полгода эту систему используем. Ну да, да. Я вот к тому же говорю, Москва же не сразу строилась. То есть это нужно просто немного времени. Согласен. Пойдем дальше. Так, что у нас здесь? У нас здесь две пилы. В планах построить, поставить этот распиловочный центр. Так. Первый участок. Второй участок, кромка. Вот она кромка. Что хочу заметить? А, вот, давайте покажем. Значит. Вот это вот. Это тот самый реестр деталей, потерянных по производству. То есть это не то, что подбегает кто-то куда-то. Бракованная деталь в помойку. А подпилить деталь, положить на палет. Новую деталь записать. Это вот здесь это место, где переделка? Это где переделка. То есть в СОТК, скорее всего, деталь вот эта вернулась. Где-то она бракованная, а вот она царапанная. И пильщик видит эту деталь, и он должен ее как раз-таки перепилить. Вот эту деталь. И пустить ее дальше. А этот заказ стоит там, пока эта деталь не вернется обратно. Здесь все данные по этому заказу. То есть какой номер заказа и так далее. Номер заказа и какая деталь. То есть либо номер детали, либо номер заказа. Так, идем дальше. Галочка сразу. Так. Я в этом баттеле за тебя. Я в этом баттеле, да, за меня? Так, ребят, еще один важный момент по кромке, лайфхак. Вот это кромка, участок. В чем лайфхак заключается? В чем лайфхак заключается? Спасибо моему другу Саше Егорову. Это тот человек, который пришел на производство и помог мне вот это понять. Ну, вот некие моменты, я потом познакомлюсь с ним. Человек, который автоматизирует бизнес. Вот. Дам контакт, он поможет вам это же внедрить. То есть человек автоматизатор тоже. Может быть, как Сергей, но он более такой многоплановый. Так вот. Он мне сказал следующую вещь. Для тебя, Владимир. Он мне сказал следующую вещь. Говорит, у тебя очень много брака на участке сборки. Почему? И откуда он идет? И мы поняли, что у нас слабое звено кромка. И он сказал, ты представляешь путь заказа, который плохо закромлен, присажен. Пошел, значит, туда на упаковку. И потом оттуда обратно все детали идут на кромку. Поэтому мы решили поставить отдельным участком сразу приведение заказов в порядок после кромки. То есть они априори должны быть качественные. То есть самая главная задача кромки не нагнать объем, как многим кажется. Быстрее много заказов сделать. А сделать сразу качественные детали и пустить только качественные детали туда. То есть обработанные углы фрезером или с раундом, с префуговочкой. Вот это вот правило. Это очень важное правило для владельцев мебельных компаний. С кромки сразу детали останавливаете, бракованные. Это правильно. Так, дальше идем. Ну, не в таких масштабах, конечно, но так же. То же самое главное по моменту роста, да, вот этого объема. Вот оставить то самое качество, чтобы оно и было всегда. То есть сейчас я просто не могу сказать, как бы у нас было, если у нас был бы такой объем. Но в плане того масштаба, который у нас сейчас, то есть у нас на моменты кромки, да, мы все это контролируем. Натираем, протираем, очищаем. И когда пошел у нас все на присадку, там уже и дальше, уже все вовненько, ну, чистенько и так далее. Так, следующий участок, значит, керцы. Ну, это три присадочных станка, которые у нас есть. Это самый простой ЧПУ присадочный станок. Прям самый простой, но ЧПУ присадочный станок. Рекомендую всем ставить, у кого, значит, кто работает на ручных ЧПУнах, вот первое, с чего надо начать, это вот с этой ЧПУшки. Потому что ставить дорогую ЧПУшку за полтора, за два миллиона, ей еще надо научиться работать. Мы не умеем, мы не умеем работать на дорогом ЧПУ оборудовании. БУ покупали? Да, БУ. Какая стена? 700-800 тысяч. 700-800 тысяч, цена этого станочка. И если на Топтуне, на обычном присадочнике, ну, в день умный присадчик может присадить две примерно кухни, в лучшем случае, то здесь одна кухня примерно полтора-два часа, 150-200 деталей. То есть все узлы ремонтопригодные, как бы, проблем... Да, с этим проблем нет. Он очень простой, достаточно простой станок. И вот они как раз спецификации проверяют. Все детали должны пройти спецификацию, то, о чем мы говорили чуть ранее. Пойдемте дальше. Так, что у нас? Следующий участок. После присадки у нас идет фрезеровка, слэш, прочие работы. Слэш, прочие работы – это всякая фигня. Металл распилить, значит, эти вот обувницы выпилить, штанги, дверь у купе собрать. Пока у нас это один участок. Что мы делаем? У нас два ЧПУ-шных фрезера. Да, они только запускаются. Сейчас мы всю криволинейку делаем на фрезерах. Плюс эти еврозапилы делаем на фрезерах. И вот здесь вот, ну, без ручного производства полностью все равно не будет. Поэтому вот здесь, ну, докрамливаем, допиливаем, дорабатываем детали. Да, это у нас фрезеровка. После фрезеровки, после фрезеровки, следующий участок, по логике, это у нас проверка. Хотел бы заострить внимание на чем. Опять-таки, привет, Саня Егоров. Вот, спасибо тебе большое. Два раза получается. Я проверил, там она идет. Она идет на каждом участке по деталям. И плюс еще здесь, да. Соответственно, вот здесь самое большое, на самом деле, изменение. Это достаточно непросто сделать, но я рекомендую мебельщикам. Я сначала думал, как же это можно сделать на кухнях на заказ. Все мебельщики кухни на заказ делают как? Это, ну, 150-200 деталей, правильно? И вот такая вот куча палет. Правильно, Дим? Правильно. И вот, что сделали конструктора? Что сделал технолог? Помните, я в начале видео говорил, что есть конструктора, а есть технолог. Так вот, задача технолога заключается в том, чтобы кухню разбить, дай, пожалуйста, конем, на модуле и комплектовать модулями. Это упрощает процесс далее, там, внутри, на сборке. То есть, по большому счету, до этого участка кухня доходит деталям палетов, 150-200 деталей. А здесь ребята должны проверить ОТК, с помощью специального стенда каждый модуль разложить, и эта кухня уже модулями уедет на следующий участок, на сборку. Для чего? Для того, чтобы оптимизировать время сборки там. Ну, одно дело, 150 деталей разложить и разобраться, какая куда. Другое дело, модулями. То есть, вот это сейчас, получается, общий, да? Это общий. Сборочный чертеж, он весь здесь готов. Да. Потом ребята здесь его раскладывают, проверяют. Размер, линейка. То есть, прикладываю деталь, вот так это происходит. Да. Сделали специальный стол с миллиметровой линейкой для проверки, да, чтобы это было удобно и быстро. Проверяют. И, если детали качественные, раскладывают по модулям в стеллаж. Если детали некачественные, окладывают на палет. Вот такая переделка, Димка, смотри. Вот такая переделка, да? И вот на палете они остаются. И не будет такого, понимаешь, что у тебя раз там деталь оказалась не того размера, только на монтаже, когда поняли, что ой, что-то она больше. Да, и потом ребята, что делать? Пойдемте дальше. Ну, супер, да. Вот скомплектованный заказ модулями. А, вот так. Вот они так размножены, да. Вот они идут, модуль, 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 модуль. Сборщиком там будет легче. Это принимают здесь, да? Не-не-не, смотри. Присадка, фрезеровка. Ну, и вот немножко нелогично, вот оказали стоит. С точки зрения движения заказа. И с ОТК идет следующий участок туда. Да, значит, давайте пока Сергей, Сергей, приветствую, а то мы сейчас с прессами тут застрянем. Я так понимаю, это два человека. Один, значит, Игорь Николаевич, мастер этих фасадных участков на прошлой работе, он там выпускает, он 500 фасадов, 1000 в день. Я так понимаю, Сергей тоже. Ну, мы сейчас тут прилипнем, так что быстрее. Это просто пресс, это просто пресс, да. Это просто пресс. Сейчас мы запускаем участок фасадов. Вот, значит, здесь задувка, не задувка, будет нанесение клея. Вот здесь воротами перегородим. Ну, это будет пресс такой. То есть это будет участок, относящийся к фрезеровке. И вот когда уже после, ну, фасады здесь будут делать, туда уходить и выходить дальше по логической цепочке. Пойдемте. Значит. Так, как вам показать? Да, чуть дальше, смотрите, вот здесь вот мы пристроим еще 100 квадратов, потому что получается холодный переход. То есть, чтобы заказ на улицу не уезжал зимой, чтобы не капало. Вот, вот здесь 100 квадратов еще пристроим, чтобы это было все теплое помещение. А здесь уже нагрузиться потом под крышу, чтобы, да? Это будет, да, это будет зона отгрузки у нас соседей. Пойдемте. Заказ через ворота, мы сейчас пройдем через дверь, через ворота, значит. Вот через эти ворота, приезжая, значит, сюда. Пойдемте туда. Добрый. Ну, сейчас здесь что-то нечего показать, всю мебель выпустили. Здесь у нас два сборочных участка, то есть здесь сюда приезжает этот вот заказ. Здесь, соответственно, модулями все комплектуем, ну, точнее, собираем модулями. Вот, здесь, здесь, на этом участке. Если это кухня по модулям, если это то, что можно собрать в модуле, то это, значит, собираются модули. Если это шкаф или пенал, то это передается в разобранном виде. Но даже шкаф и пенал мы проверяем именно по присадке. Иногда присадка пляшет, мы в любом случае проверяем. То есть сборщики в цеху, они либо собирают, либо проверяют весь заказ. Ну, вот тут на стене у них висят последние кухни, которые тут делали. Вот как раз-таки можно посмотреть, что они разбиты на модуля, то, о чем я говорю. Эти кухни. Вот. И дальше, собственно говоря, заказ идет на следующий участок. Проверяют они, получается, собирают, разобрают или визуально? Нет, они визуально, они бочины ставят, прикладывают друг к другу, и смотрят, сходится ли присадка по шкафам. И дальше следующий участок, это участок упаковки. Ну, собственно говоря, эта кухня у нас идет, конкретно эта кухня, это оптовый заказ. Она идет у нас в модулях, но в коробке. Вот мы ее, собственно говоря, здесь собираем в коробке. Вот сюда, значит, это у нас участок упаковки. Здесь все это пакует. Не-не-не, все в сборе, это оптовый заказ. Пророта приезжает на склад готовой продукции. Вот это есть склад готовой продукции уже. Это то, что стоит под отгрузку, полностью собранное, укомплектованное. То есть это, собственно говоря, модуля, то, о чем вы спрашиваете. Этикеточки с названием фирмы. Значит, этикеточки с названием фирмы, с номером договора, с количеством пакетов, с датой упаковки. С датой упаковки. Вот то, что находится в коробках, это оптовые заказы. Это вот проект Low Cost, о котором я говорил. Мы его раньше не собирали в корпуса. Сейчас будем его собирать. Но вот это вот старые заказы Low Cost, которые мы в разобранном виде отдаем. Вот. Ну и наша кухня. Если это шкафы... Ну, мы стараемся быстрее вывозить, скорее, ну, не более, наверное, недели. Бывают 2-3 заказа полностью, которые зависли, ну, там клиенты. Но при этом мы просим клиентов доплатить. Обязательно доплатить. Ну, потому что у нас есть договор о пене, захоронение. Да, потому что это место, это деньги. Вот. А так, это перебросочный склад. Вот, например, в четверг, мы сегодня в субботу, в четверг тут было, ну, вот так вот было. Сейчас вот в пятницу, в субботу накидали так, в понедельник это все уедет. Вот наше производство. А, еще есть один кабинет, пойдемте покажу. То есть монтажники, ну, специалисты, которые устанавливают, да, то есть приезжают именно здесь, грузятся? Нет-нет-нет, водители, доставка. Приезжают у нас 2 машины, они едут, забирают заказ, потом везут его на адрес, и уже отдельно монтажники приезжают и собирают эту вещь. Вот как-то так. А в общем, где монтажники отдельно монтажники и грузят? Нет, водитель и грузчик, это один, это логистика, да, машина, у нас 2 машины, постоянно работают, то есть 5 дней в неделю, то есть они занимаются закупками на производство и вечерней отгрузкой, как правило. А монтажники, это монтажники приходят, там мебель уже дома, все, да. Вот, здесь у нас помещение, вот, собственно говоря, в этом кабинете, здесь мало чего осталось сейчас от этого кабинета. В этом кабинете у нас электронщики, собственно говоря, сидели, вот эти платы разрабатывали. Я вот очень хочу сейчас посмотреть, показать, а, ну вот, чтобы вы понимали, вот, это вот управляющие платы вытяжки, которые мы сами разрабатываем, вставляем. Значит... Кую же плату мы устанавливали, вот, собственно, на электронный замок. Ну, главная плата у нас сейчас, main плата не осталась, осциллограф находится здесь, значит, что у нас тут осциллограф, куча всяких компонентов, напаек, и вот эти вот все платы, в которых мы, вот эти большие зеленые платы, мы сами паяем. Я бы, наверное... Ну, эти ребята, которые разрабатывали, то есть они прям в штате, да, то есть постоянно они над чем-то работают? Да, только сейчас, смотри, нет, мы год работали в плотном режиме, то есть год-полтора разрабатывали вот эту систему умных кухонь. Вот, а далее, значит, а далее основная разработка остановилась, вот, я трех, трех ребят из шести, ну, пришлось с ними расстаться, и двух самых главных, главный электронщик и его помощник, мы их оставили. Он работает в пятидневку здесь, главный электронщик работает дома. То есть, скажем так, мы создали продукт, не начали еще пока активные продажи, потому что еще вот Алису надо работать, и поэтому необходимость других сотрудников, она просто, ну, пока не нужна. Вот, как только начнем, то есть продукт есть, осталось всего только делать. Хочу вам плату показать, что не могу никак найти. Вот они, собственно говоря, подсветочки, зональные, которые я вам показывал, вот они программируемые подсветочки, вот, зональные подсветочки, ну, вот как-то так. Две минуты маленькая такая вот, как это все происходило. 2014 год, мы, я снимаю, значит, так получилось, что прошлый бизнес занимался купи-продай мебелью, и когда мой главный поставщик сказал, ты хреновый покупатель, ну, фабрика крупная мебель, я решил с ними расстаться и так психанул свое эго, проявил, психанул, решил пойти на производство, сам делать. Мой уровень познания был в тот момент времени, чтобы вы знали, я смотрел на форматно-раскроечный станок и спрашивал у ребят, а что он пилить может? Вот на такой вот уровень познания снял где-то 200 квадратных метров гараж, 200 квадратов, там была одна пила, и то даже в аренду вроде взял. Это был 2014 год. Сегодня у нас 22 год, 7 лет, 2-3 года я, наверное, просто пробовал производить, потом еще 2-2,5 года, наверное, я учился производить мебель, и вот только, наверное, в том году у меня есть такое качество, что когда я от чего-то очень сильно устаю, я могу просто психануть, и вот тут просто все снести и смести. И вот когда я настолько устал уже от косячного производства, от того, что все прыгает, бегает, я вот пришел, помню, это был август, август того года, 21-го года, и пришел и сказал, что нахрен все снести, будет ателье, и вот с этого момента нашел переход, сколько нам, год, ну чуть меньше, ну год нам потребовалось, чтобы вот это, сделать то, что есть сейчас, год. И вот отвечаем на этот вопрос, мне нравятся последние вот полгода, наверное, и то не полгода, как-то так. Идем дальше. Сначала, получается, вы занялись самим производством, цехом, то есть налаживанием площадей, движения и всего остального. Нет, сначала мы много начали продавать, в 18-19-м, потом, извините за французский, обосрались, как и все, потом поняли, что надо все-таки заниматься производством, потом начали, потом в декабре 2021 года получили нереальный оборот, который нужно выпускать, и вот с этого момента начались этикеточки, бирочки и так далее, потому что без этого уже было никак. И вот сейчас мы понимаем, что сначала доприведем порядок производства, а потом уже будем накачивать отдел продаж, шумными кухнями и прочим всем. Если честно, даже уже и не знаю, что сказать, я, наверное, сейчас передам сначала слово Антону, а пока придумаю пару слов. Да, слушай, ну, спасибо, что приехали. Я думаю, что продуктивно такие два дня, конференция, производство. Надеюсь, что вам понравилось наше предприятие. А сейчас мы узнаем, я думаю, по реакции как раз наших подписчиков. Ребята, пишите в комментариях. Вам маленький бонус всем, кто посмотрел. Спасибо, что посмотрели. Это Дима лично даст мой номер телефона предпринимателям, владельцам фабрик. Если нужна будет моя профессиональная консультация, готов ее бесплатно оказать, как минимум более того, используя наши ресурсы, там, с точки зрения 1С, Битрикса, дам контакт, с удовольствием поделюсь тем людям, кому это нужно. Короче, небольшое уточнение. Так как этих людей может быть очень много, мы выберем 3 комментария. 3 комментария, значит, через 2 недели после выпуска, после выхода этого фильма, мы выберем 3 комментария, которые наиболее нам понравятся, да? Точнее, тебе даже, наверное, больше, чем тебе. Нет, давай тебе. Мне, да? Хорошо. Делегировал, видишь? Делегировал. Все, научился. Я удал ответственность. Я удал ответственность. В общем, 3 комментария, которые мне в большей степени понравятся. Наш главный герой может дать профессиональную консультацию по CRM-системе. Ну, я думаю, что при таком звонке там и не только про CRM-систему можно поговорить. Друзья, я думаю, что подобного рода выпуски, ну уж точно, достойны ваших лайков и комментариев. В общем, на вчерашней конференции я понял одно, что ребятам очень нравятся наши выпуски, но оказывается, они не совсем понимают важность как раз вот отметиться в лайках, комментариях. Это очень важно для продвижения видео. Это очень важно для того, чтобы наше мебельное сообщество узнавало все больше и больше. Понимаете? Два человека поставили лайки, это узнали, там, не знаю, 30 человек. YouTube очень умный. Если 5 человек поставили лайки, это же видео может увидеть уже 100 человек, да, и так далее по возрастающей. Поэтому очень прошу вас реагировать на подобного рода видео, потому что они занимают большое количество времени, труда и, самое главное, такая вот отзывчивость от таких ребят, которые могут показать просто каждый шкафчик открыть и показать все, что в нем находится. Спасибо тебе большое. Спасибо огромное, что приехали. Рад, рад. Надеюсь, что еще увидим. Пока. Вот группа поддержки. Никто из них хорошо не зарабатывает. Секунду. Никто из них, подавляющий из них, и тут же Лекс, и тут же Сенатор. Закрылись нахрен. Потому что делать по дизайнерской мебель очень сложно, потому что тебе там нужно хитро очень разрабатывать с самого нуля. Всю мебель надо разрабатывать. Добавлю, дизайнер вегу этот производство к производству. И не дай бог ты эту планку не поставил. А ты с этим заказом работал. А если у тебя вся экономика и бизнес на них построили, то рухнет нахрен. Поэтому лучше наложить. Тихо, ты пиши, это очень классные вещи. Я вот скажу один раз на кастрюлю, а остальное больше не говорят тебе бы. Слушай, еще какая проблема с дизайном? Они творческие люди, они в 3D Max Studio картинки тебе рисуют. А когда, и вот смотрите, с чем мы сталкиваемся. Клиент заказал классный дизайн-проект, шикарно, выглядит красиво. Клиент пищит кипятком. Он за этот дизайн-проект заплатил 600 тысяч рублей. И теперь от нас мебельчиков говорит, строительную часть строитель сделает. От нас мебельчиков. Ребята, я много заплатил за дизайн-проект, а вы сделаете точно такую же, как нарисовано. Нет, мы сейчас говорим это, как будто мы рассматриваем одно направление, а его целевым. Нет, нет, нет. То есть мы же можем ездить вклад, не дизайнер. Это реально, вот сейчас вложение 300 тысяч, вы начинаете делать кварц. Ну хорошо, сейчас подорожало, чуть ли не 400 тысяч. Но все равно мы это уже, мы обменяем. Николаевич, нам нужно кварцовое производство? Он говорит, твою покраску, я сочетую себе проверю, чтобы вот сразу... Ваши шикарные полы, приговор у вас, вот для кварца. Не, хотя бы лучше, я бы разобил, если. А что ты это можешь на счете покраски? Идеальная тема, вообще. Не хватит, Игорь, никогда. Правильно, вот это вот эта проблема, потому что вот мы сейчас осуществляем, нам комфортно, вот то, что мы сделали, нам комфортно. И мы не хотим, как бы, находить новые производства, потому что это проблема. Ну и трубы 20 на 40. Его все послали. А что нам делать? Как это? Как это? Это антицерикер, то уже надо будет делать. Какой-то порошковый окрас там надо где-то брать. Ну правильно, но видишь, смотри. Если вы сами не хотите позиции, вы однозначно найдете такой цех, кто делает. Это во-первых, а во-вторых, у тебя всегда должны быть такие, такие субподрядчики. Кроме того, у тебя будет обязательно, будешь дизайнер, дизайнер, партнеры, да, будешь дизайнер, с кремлебелью работать, у тебя будут обязательно те, кто работает с металлом, с латунью, с золотом, с серебром и со стеклом, сколько нужно. Расскажите, пожалуйста. Это просто партнеры. Они тут всегда могут. Расскажите, например, в Питере, в Москву кухню свою представляют. Еще раз, вот две мы сейчас ставим. Смотри, мне теперь, ну, такую тему-то подумать, более серьезную тему. Смотри, берем углы. Не надо.